МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Вопросы образования, ЖКХ, транспорта, здравоохранения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел прямую линию с жителями региона. Предприниматели получат льготу по уплате имущественного налога. Прошло очередное заседание Думы. Победа в лицах – трудовой подвиг народа. Фото-выставка открылась в администрации. Подробности далее. Семьи военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции с 24 февраля, получат такие же льготы, как и семьи мобилизованных. Такой указ уже подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом он заявил во время прямой линии с жителями региона. Глава области напомнил, что сейчас для служащих действуют такие меры поддержки, как скидка на оплату услуг ЖКХ, ежемесячная выплата беременным и детям, бесплатное питание в школах, компенсация оплаты детского сада и дополнительных секций. Кроме того, область готова оказывать индивидуальные меры поддержки в рамках заключения военного социального контракта. Все те льготы, которые я сейчас перечислил, ЖКХ, дети и так далее, все они будут распространяться на всех абсолютно военнослужащих, которые были в зоне своей специальной военной операции с 24 февраля. Я указ такой подписал вчера. Мы приняли решение, что именно льготные вещи, то есть связанные с жизнью семей, мы сделаем для всех одинаковые. Также в ходе прямой линии Глеб Никитин затронул сферу здравоохранения. В рамках национальной программы в течение этого и следующего года модернизируют и отремонтируют районные больницы и поликлиники. Особенное внимание будет уделено инфекционным отделениям, сердечно-сосудистым и онкологическим центрам. По словам губернатора, с 2023 года расширят региональную программу по привлечению кадров в медицинскую сферу. Мы приняли решение, во-первых, начать новую ипотеку, не только для медицинских работников, а вообще для всех социальных работников. Со следующего года будет региональная льготная ипотека, будем субсидировать приобретение жилья. Также прорабатываются вопросы, о нем я сейчас на докладе, о дополнительных подъемных, как для медсестер, так и для врачей общей практики, для терапевтов, и поддельных подъемных для дефицитных специалистов. В ходе прямой линии много звонков поступило по теме образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и здравоохранения, как в Нижнем Новгороде, так и в отдельных районах области. Орган общественного контроля, который будет представлять интересы населения, открыто и гласно обсуждать актуальные проблемы города, готовить рекомендации и предложения по совершенствованию социальной политики уже скоро начнет свою работу. Одну треть состава общественной палаты народные избранники утвердили на заседании Думы. Глава города своим постановлением утвердил первую пятерку, далее мы своим решением утвердили вторую пятерку, и вот эти 10 человек из списка подавших документы, прошедших комиссию, которая определила, что документы поданы все полном объеме и без нарушений, и кандидаты соответствуют требованиям положения, выберут еще пять человек в общественную палату. Бурное обсуждение вызвал последний вопрос повестки о предоставлении льготы по уплате налога на имущество для предпринимателей. Причина – кадастровую стоимость коммерческой недвижимости, которая находится в собственности у индивидуальных предпринимателей, подняли в десятки раз. На заседании представили два проекта решения. Администрация предлагает снизить налоговое бремя на текущий год. Второй проект заключается в использовании дифференцированного подхода. Наш же проект решения подразумевает, что 30% дифференцированного подхода налоговой льготы только на один год. То есть это разовая акция, которая позволяет смягчить удар, который сегодня вызвал резкое повышение кадастровой стоимости, для предпринимателей. О недостатках и преимуществах каждого варианта высказались многие. Механизм дифференцированного подхода еще не просчитан, а предприниматели и некоторые депутаты находят льготу в размере 30% слишком маленькой. Однако увеличить ее невозможно. Основной камень преткновения – снижение взимаемой платы, городской бюджет, так как эти налоги принесут в казну города порядка 27 миллионов рублей, которые уже включили в графу расходов. В обсуждении прозвучало мнение, что проблему необходимо решать на региональном уровне. На голосовании народные избранники выбрали проект решения администрации – налоговую льготу в размере 30%. МОП «Центр ЖКХ» на грани банкротства. Чтобы покрыть задолженность, администрация предложила повысить размер платы за содержание жилого помещения на 4,9%. Однако депутаты решение не поддержали. Мы вынуждены констатировать плачевное положение предприятия. Связано это с рядом управленческих решений, которые я не берусь утверждать, кем они принимались, единоглас, в смысле единолично, коллективно, коллегиально как-то. Но на сегодняшний день тот уровень дебюторской задолженности, который предприятие имеется, однозначно ставит это предприятие на грани банкротства. Погрузившись в этот вопрос, народные избранники пришли к выводу, что одно только повышение тарифа проблему не решит. Чтобы вывести предприятие из кризиса, необходим комплекс мер. Условно говоря, на сегодняшний день, как я понял, тариф поднимать нужно, но в случае того, что мы на руках видим комплексный план выхода на устойчивую работу и понимаем, какую роль в этом плане имеет тариф и как зависит реализация этого плана от размера этого тарифа. Депутаты решили предложить администрации создать дорожную карту по изменению тарифной политики и улучшению финансового положения МУП. Рабочая группа продолжит обсуждение проблемы. И сколько бы ни прошло лет, мы будем помнить бесценный подвиг наших дедов и прадедов. Когда началась война, Юлии Павловне было 10 лет. Осенью 41-го года к их школе привозили дрова, которые четвероклассникам приходилось пилить. В 42-м детей привлекали к работе в колхозе и помощи госпиталю. История соровчанки Юлии Павловны стала частью фото-выставки «Победа в лицах. Трудовой подвиг народа». Каждый портрет на стенде – история ребенка, который в годы войны непосильным трудом приближал победу далеко от линии фронта – на заводах, в колхозах, в блокадном Ленинграде. Воспоминаниями о тех временах ветераны делятся с подрастающим поколением. «Ребята с огромным вниманием, с интересом слушают, вопросы задают. И сколько мне лет было, хотя вначале скажу, что мне было уже 10 лет, когда началась война. И я все прекрасно помню до сих пор. И все равно дети всегда и после какие-то поделки свои дарят. И иногда стихи читают». Проект «Победа в лицах. Трудовой подвиг народа» появился, когда в 2020 году указом президента России Нижнему Новгороду присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Его цель – показать детям, молодежи и всем землякам, кому именно столица региона обязана таким почетным званием. Особенность этой выставки, посмотрите на лица наших ветеранов, руки. Именно они символизируют подвиг, трудовой подвиг, который был всем нашим народом, всем нашим советским поколением показан и явен миру. Мы очень хотим, чтобы о подвигах саровчан узнали наши коллеги не только в Нижегородской области, но и в других городах трудовой доблести. К сбору информации о тружениках тыла и ветеранах труда привлекали школьников и молодежь. На торжественные открытия в хуле администрации пришли и юные саровчане. Истории подвига наших земляков тронули многих до глубины души. Им выпала возможность не только познакомиться с проектом, но и поговорить со свидетелями тех лет, сказать им спасибо. Вам, наши уважаемые ветераны, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны и труда, огромное искреннее спасибо за то, что вы делали. Мы про вас помним каждый день и от себя, от всех нас огромное вам спасибо. Выставка проводилась в Нижнем Новгороде, Держинске, Кстове. Проект будет развиваться и дальше. Портреты тружеников тыла и их истории увидят и услышат в других городах и районах Нижегородской области. Увидеть выставку в холле администрации саровчане смогут до 9 декабря. Без возрастных ограничений. Зима традиционно застала нас неожиданно, поэтому нерасчищенный снег на дорогах и тротуарах Сарова снова актуальная тема. На своей странице ВКонтакте глава города Алексей Сафонов написал, что за прошедшую субботу коммунальщики вывезли 160 тонн снега. Для этого задействовали 24 единицы техники. А за выходные рабочие использовали более 200 тонн противогололедных материалов. Из-за большого количества снега техника выехала на дороги города в ночь с воскресенья на понедельник, чтобы к началу новой рабочей недели рассчитить тротуары и проезжие части. Дорожное эксплуатационное предприятие работает круглосуточно. Сначала рабочие расчищают дороги в первой очереди, по которым ходят маршрутные автобусы. Не везде. Вот на тропе здоровья, в общем-то, там плохо почищено. Раньше было лучше. Они раньше до асфальта чистили, а сейчас нет. Сверху, а сверху все уже утоптяно, скользко, особенно пожилым. Почищено, по-моему, вроде. Ну, можно было, конечно, получше. На оценочку 3-4, я бы сказал. Где вот нечищено сейчас еще? Нечищено, но вот объездная получается. Вот как на эс поехать. А там вот нечищено. Там едешь, занос сильно идет. Первый снег выпал, на другой день все чисто было. А у нас во дворе вообще рано утром уже трактор проехал и все почистим. Так что... А есть такие места, где нечищено? Или везде? Вы знаете, вот пока хожу, я не замечал, чтобы колено лезли в сугробу. По крайней мере, во дворах я не могу ничего гарантировать. Но в нашем дворе чисто. Сейчас ДЭП и центр ЖКХ чистят дороги и тротуары второй и третьей очереди. Грузят и вывозят снег. Также, по словам Алексея Сафонова, в городском бюджете изыскали средства, чтобы приобрести дорожно-эксплуатационному предприятию два автосамосвала и трактор с навесным оборудованием. Зиму мы возобновим эвакуацию. То есть, согласно графика, согласно знаков, то есть все это будем эвакуировать. Потому что очень здорово мешает уборке улиц. Просьба только к жителям города, чтобы убирали в свое время транспорт и старались не мешать уборке города процессу этому. При многоснежной зиме ДЭП планирует привлечь дополнительную технику у частных фирм. Но расчистить город быстро не позволяет также и нехватка рабочих рук. Кадровый голос существует, особенно, скажем так, и по водителям-механизаторам, и по дорожному участку, и по автослесарям, которые производят ремонт. То есть, как бы объявление даем, но пока, к сожалению, тяжело. В городе действуют горячие линии, по которым сравчане могут сообщать о территориях, где сложилась особенно сложная ситуация с нерасчищенным снегом. Уборкой дворов занимаются управляющие компании, а уборкой улиц – дорожное эксплуатационное предприятие. Позвонить и сообщить о проблеме на дорогах можно по телефону 993-40, телефон центра ЖКХ 991-94. Не успели холода прийти в наш регион, как любители зимнего досуга уже вышли на первый тонкий лед водоема, чтобы порыбачить, покататься на коньках и ватрушках. Такую картину зафиксировал нижегородец на видеокамеру. Безрассудство и несоблюдение правил безопасности стоило здоровья еще для двух жителей области, которые катались на ватрушке. 18-летний водитель прицепил тюбинг к автомобилю и таким образом катал двоих молодых людей. Ватрушка врезалась в газовую опору. В результате экстремалы госпитализированы с переломами и другими травмами. Важно помнить, что любимая зимняя забава не так безобидна. Вывихи, переломы, ушибы – вот лишь малая часть травм, которые можно получить при несоблюдении правил безопасности. Там, где все это импровизировано, то есть во дворах или где-то там, допустим, на склонах каких-то случайно приспособленных происходит, там всегда идет повышенный травматизм. То есть игра в лотерею. То есть как бы выжил – хорошо, молодец. Травмы могут быть самыми непредсказуемыми, как бы, скажем, зависит от скорости с какой-то несмешности, с такого склона и какие препятствия там внизу тебя ждут. Правильно подберите размер ватрушки. Для этого обратитесь к специалисту. Не съезжайте вдвоем, особенно если изделие рассчитано на одного человека. Крайне опасно привязывать тюбинг к бомберу автомобиля, поскольку шанс оказаться под колесами очень велик. Перед тем, как вы собираетесь съезжать с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий. При спуске нельзя тормозить руками, ногами и какими-либо предметами. Специалисты призывают кататься в защитном шлеме. Дети должны обязательно находиться под присмотром взрослых. Основное требование – это чтобы не было катания спиной вперед, чтобы не было, скажем так, человек не прыгал на горку в тот момент, когда уже только что начал спускаться. То есть должна соблюдаться обязательно очередность. И также нельзя кататься на ватрушках в состоянии алкогольного или какого-либо другого опьянения. Тщательно подбирайте место для катания. Единственная оборудованная зона для ледянок и сноутюбингов в Сарове – на лыжной базе. Там специалисты следят за горками в течение сезона, чтобы на поверхности не образовывались комки и ямы. Зоны для катания на лыжной базе готовят с лета. Летом, естественно, идет выкашивание травы, убирается порсель, которая подходит к горке, произрастает. И также и укатывается зимой, это ретраком обе горки укатываются, чтобы была более ровная поверхность, потому что народу катается очень много, и трасса иногда, скажем так, обледеневает, лед образуется. Поэтому, естественно, ретраком ее разбивают, чтобы не такая сильная была скорость. И в то же время ватрушку не выносила на лыжную трассу. Не катайтесь на ватрушках в оттепель и при небольшом снежном покрове, так как при спуске с горы тюбинг может резко затормозить. А при сильном обледенении горки можно получить различные травмы. Лучше дождитесь устойчивой снежной погоды. На лыжной базе зимний сезон планируют открыть к середине декабря. Постоянная наледь в арке между двумя подъездами превратила проход в каток, а с крыши периодически падают огромные сосульки. С этой проблемой жители дома на Московской, 21, живут уже много лет. В руках Елены Ивановны целая стопка макулатуры с отписками городских и областных инстанций. А результата нет. Каждую зиму история повторяется вновь. Отчаявшись решить проблему, Саровчанка обратилась в нашу рубрику. 20 лет. За разъяснением ситуации мы обратились в МУП-центр ЖКХ. Его сотрудники отреагировали оперативно. Уже на следующий день проход временно закрыли для безопасности местных жителей. Наледь в нем образуется из-за неправильно установленного слива, из-за которого вода льется под ноги и сам дом в период оттепелей, сообщили в центре ЖКХ. Переустановить ее должен владелец здания, к которому она прикреплена. Вот только нежилое помещение простаивает пустым долгие годы, а его владелец недавно скончался. Мы пока временно проход закрыли. Сейчас вместе с ДГХ и КУМИ будем искать правоприемник этого здания и будем решать правильный вопрос обслуживания. То есть или договор будем с ним заключать, или будем кого-то заставлять, то владелец. То есть мы будем держать на контроле. Держать на контроле эту ситуацию будет и наша редакция. Если у вас похожая ситуация, а управляющая компания бездействует, обращайтесь в нашу рубрику «Городской дозор» по номеру 37200. Деревья – легкие нашей планеты. Всего 10 деревьев выделяют яслород для 30 человек. Одна тонна макулатуры поможет сохранить зеленые насаждения, а также сэкономит 1000 киловатт электроэнергии и 20 тысяч литров пресной воды. Порядка 40% всех твердых бытовых отходов приходится на бумагу. Всероссийский эко-марафон «Переработка» – единственный масштабный проект по сбору макулатуры. Акция привлекает внимание людей к ресурсосбережению и вторичной переработке отходов под девизом «Сдай макулатуру, спаси дерево». В этом году библиотека Маяковского присоединилась к экологической акции и принимает от саровчан ненужную печатную продукцию. Могут приносить ненужные газеты, журналы, книги, которые уже вышли, может быть, они прочитали и уже не нужны. Но книги должны быть чистые, без плесени, чтобы они не хранились как бы в гараже и были уже подпорочные. Потом коробки картонные можно приносить, картон ненужный, бумагу, которые, ну, может быть, ненужные документы, которые вышли из употребления. Эко-марафон «Переработка» построен на соревновательном принципе. Те муниципальные организации, которые соберут большое количество макулатуры, могут побороться за высокое место в зеленой рейтинговой таблице области, получить статус «Эко-героя», а также ценные призы. Поэтому чем больше бумаги вы принесете в библиотеку, тем лучше. Только предварительно обязательно проверьте макулатуру на наличие запрещенных элементов и материалов. Фотографии, ламинированная печатная продукция или, допустим, продукция с какими-то пластиковыми или металлическими элементами включениями, она для переработки не принимается. Также не принимаются упаковки пищевые, которые особенно, ну, на них есть следы пищевых отходов. Также на переработку библиотека принимает бумажную рекламную продукцию, открытки, конверты. Макулатура должна быть хорошо упакована в пакеты, коробки или связана веревкой. Принести бумагу можно в библиотеку Маяковского с 21 ноября по 4 декабря на абонемент в часы работы. Сотрудники библиотеки также приглашают посетить в эти дни тематические экологические лекции и уроки. Подробная информация по телефону 994-06. Яркие платки, платья и кокошники в сочетании с косухами, джинсовками, кедами и современными ботинками. В Центре поддержки предпринимательства прошел модный показ юных моделей. Дефиле в стиле «Аля Русь» показали маленькие участницы городского конкурса «Обаяние талантов» принцесса Сарова. Дефиле – первый этап конкурса, в который по результатам кастинга прошли 16 девочек. В течение пяти дней девочки проходили интенсивы и мастер-классы по дефиле, репетировали выходы, учились правильно позировать перед жюри. Все это время участниц конкурса направляла и поддерживала Анастасия Добрынина – организатор и режиссер-стилист фэшн-съемок. Настя была такая строгая и нам не ругалась, а объясняла. Мне понравилось все. Мама говорит, что в конкурсе главное не победа, а участие. Расскажи, почему хочешь стать принцессой Саровой? Потому что я хочу стать президентом Российской Федерации. А как тебе конкурс поможет в этом? Ну, стать более уверенной, научиться красиво ходить и заводить больше друзей. По заключению жюри все девочки справились с испытанием отлично. За дефиле каждая получила максимальное количество баллов. Все этапы конкурса, результат слаженный и кропотливые работы команды организаторов. В помощь активно включаются и родители юных принцесс. Для дефиле они сами собирали костюмы под руководством специалистов. Они искали реквизит, ну, они задавали миллион вопросов, конечно, но тем не менее это был творческий момент именно от родителей. Это очень здорово, потому что взаимодействие с ребенком, собственно, из-за этого еще мы создали этот конкурс в том числе. Ну, конечно же, сплотило уже нас всех как коллектив. То есть мы одна, большая, дружная команда и семья. В воскресенье 27 ноября девочки пройдут творческий этап, где им предстоит показать свои таланты в произвольной форме, спеть песню, станцевать, прочитать стихотворение или просто рассказать о себе. Третьим этапом состязания станут индивидуальные фотосессии финалисток, по итогу которых запустят интернет-голосование. Принцессу Сарова выберут горожане. Коронация и подведение итогов пройдет 10 декабря. В психологию Наталья Зинатулина пришла волей случая. С детства наша героиня мечтала стать врачом, чтобы помогать людям. Медицинское образование она получила, но потом решила освоить профессию психолога и поняла, что это ее призвание. Попробовала Наталья своей силой в качестве специалиста в школе и в молодежном центре. Но в итоге ушла в свободное плавание. Самое важное – любить людей. Просто с открытым сердцем подходить к каждому человеку. Потому что когда ты любишь людей, только через это ты можешь ему помочь. Поэтому я считаю, что самое важное – это любить людей. Вообще, независимо от пола, возраста, национальности, просто любить людей. К каждому человеку психолог ищет индивидуальный подход. Самое главное качество для представителей этой профессии – эмпатия, умение понять другого, считывать знаки. Человек приходит к психологу по разным причинам. У кого-то не складываются отношения с мужем или подросшими детьми. Кто-то ищет новые цели и смыслы жизни. Кому-то достаточно одной встречи, чтобы найти свою глубинную травму и проработать ее. А кто-то ходит и год, и два. Психолог совета не дает на самом деле. Психолог работает с более глубинными травмами, психотравмами. Он приходит и говорит, допустим, у меня проблемы в семье. Я хочу наладить отношения с мужем. И мы начинаем раскручивать, смотреть, какие проблемы, почему, когда, когда это сломалось. То есть в какой-то момент, ну, было же все хорошо, и в какой-то момент произошел надлом. В какой момент это произошло, что к этому привело. Начинаем анализировать семейную ситуацию, как было у родителей, ну и так далее. То есть раскручиваем и приводим к тому, что налаживается отношение в семье. Направлений в психологии много. В нашем городе есть и гештальтерапевты, и специалисты, которые занимаются расстановками. И те, кто работает в когнитивно-поведенческой терапии. Наталья выбрала для себя гипнотерапию. Помимо частных консультаций, она занимается и социальной работой. Например, участвует в проекте «Счастливая» и помогает мамам особенных детей, чтобы они могли преодолеть жизненные трудности. Сейчас уже видно прям глобальные изменения у женщин, конечно, они просто ожили. Я просто очень люблю помогать людям. И без этого я не вижу смысла в своей жизни. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. На целый вечер библиотека имени Пушкина превратилась в ремесленное подворье. В каждом его уголке занимались творчеством, одновременно слушая истории о народном искусстве и мастерах народных промыслов. Традиционный семейный тёплый вечер Пушкинка в этом году приурочила Году культурного наследия народов России. Здесь, в этом празднике, как я заметила, собраны интереснейшие мастер-классы, новая информация, а также можно походить и повеселиться. У меня эта ярмарка оставила отличнейшее впечатление и всем советую приходить в Пушкинку, потому что это чудесное место и тут не соскучишься. Всякие веселые вещи. Можно сделать открытку, например, можно сделать птичку, можно сделать какие-нибудь рисунки. Ну, очень круто, прикольно и очень-очень здорово. Ещё мы врезали там по-всякому. Было очень интересно и мне очень сильно понравилось. Больше всего мне понравилось, как мы делали из наших ладошек, таких как бы петушков, раскрашивали хохломские игрушки. Мне понравилось больше всего, когда нам рассказывали про дымковские игрушки. Там были свистульки, ещё они из глины делали разные дымковские игрушки. В каждой локации Пушкинки юные гости могли почувствовать себя настоящими мастерами и создать свои неповторимые шедевры. Узоры на них наносили с помощью красок, фломастеров и даже пластилина. Ребята узнали о кжире и хохломской росписи, познакомились с павлопосадскими платками и научились их правильно завязывать. Праздник получился тёплым и семейным. Родители на время тоже отпустили заботы и окунулись в творчество. Я пришёл с двумя, старшему 7 лет, а маленькому 3 с половиной. Оба довольны. Младший сидит в игровой комнате, играет, сделал грибочки. Младший, такие вот красивые пичку вместе сделали. А старший вообще не вижу, он в одном месте поиграет, в другом поиграет. Вот, взял росписи. Очень замечательное мероприятие. Это нам очень нравится. Открыли праздник театрализованным представлением. Русская народная музыка, песни под живой аккомпанемент балалайки, дружный хоровод, создали особую атмосферу в библиотеке. Как же это здорово, что возрождаются сегодня народные промыслы. Мы считаем, что это вообще настолько удивительная вещь, которая есть в нашей русской истории, о которой обязательно нужно рассказывать детям. И, наверное, внимание взрослых к этому тоже имеет смысл привлекать. На память о тёплом вечере гости праздника могли сделать снимок в специальных народных фотозонах. Музыкальная академия атомных городов под патронажем народного артиста СССР, руководителя и дирижёра Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета в этом году уже в пятый раз предоставила возможность молодым талантам перенять профессиональные знания и мастерство именитых преподавателей, ведущих учебных заведений России. На очную сессию музыкальной академии в Обнинске приехали порядка 80 юных музыкантов и их педагоги-наставники из 20 городов атомной промышленности. В том числе в музыкальной академии неоднократно участвуют саровчане. Мне лично очень понравилось там было, ну, довольно, я бы сказала, интересно. Мне очень нравилось заниматься с моими преподавателями в оркестре индивидуально. Музыкальная академия – образовательный проект программы «Территория, культура, Росатомы». В течение шести дней ребята ежедневно посещали мастер-классы по специальности и трехчасовые репетиции сводного детского оркестра. С участниками работали педагоги ведущих учебных заведений Москвы и концертирующие исполнители. Пятая музыкальная академия атомных городов завершилась большим галоконцертом детского симфонического оркестра под управлением Леонида Жуковского. Индивидуально играла с Александром Альбертовичем Плесковским. Но это было очень полезно, очень важно для меня, потому что я уже взрослый музыкант, я строю планы на свою дальнейшую карьеру, и вот он мне с этим помог. Можно сказать, что я полезную связь такую обрела там. Стравчане продемонстрировали свои таланты и на сцене концертного зала Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича. Там прошел 29-й музыкальный фестиваль «Новые имена». В этом году в заключительных концертах фестиваля приняли участие 43 юных музыканта из разных городов Нижегородской области, в число которых после строгого отбора вошли и учащиеся музыкальной школы имени Балакирева Дмитрий Никифоров и Софья Деркач. Это было очень сложно. Занимались почти каждый день. Я сам не ожидал того, что у меня так получится. Я очень тщательно готовилась. У меня были многие мастер-классы, прошли перед тем, как я уже участвовала в отборе. То есть я занималась с одним преподавателем, московским, с преподавателем консерватории в Нижнем Новгороде. Занималась с моим преподавателем Логутиной Надеждой Евгеньевной. За годы существования фестиваль выпустил из-под своего крыла целую плеяду юных дарований, которые стали профессиональными музыкантами. Фестиваль продолжает открывать новые имена в мире музыки. Хороший старт для многих людей, для многих музыкантов. Потому что если взять, особенно пианисты почему-то у нас процветают в этом отношении, потому что очень много известных пианистов, от Малафеев, которые сейчас известны во всем мире, которые начинали именно на нижегородских новых именах. По итогам фестиваля Софья Деркач получила стипендию губернатора Нижегородской области, а Дмитрий Никифоров – стипендию Нижегородского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».